Всех приветствую! Сегодня к нам в США приезжал всем известный всемирный попрошайка. Ну, для тех, кто сомневается, кто же это таков, гражданин Зеленский приезжал к нам. Как всегда, просить денег. Примерно две недели назад, полторы или две недели назад, Конгресс США затормозил финансирование помощи Украине. Именно не отказали, а затормозили. Сказали, что мы перенесем это голосование на пару-тройку недель. Тут возмущению не было предела тех, кто поддерживает Украину. Но скажу вам сразу, что число этих людей значительно уменьшается. Кстати, многие из них, особенно на Твиттере, кто активно поддерживали Украину, они вот так же публично просто ушли со сцены, скажем так. Такое есть выражение английское. То есть они написали, ну, ребята, мы удалимся, так сказать, из Твиттера. Мы вот в такой горе-печали. То есть совершенно стало понятно, что те, кто поддерживали именно для того, чтобы заработать популярность, поняли, что это дело совершенно невыигрышное. Ну, а в общем и целом, тут, в принципе, слепому видно, что дело подходит к концу. И выжимают сейчас из Конгресса вот любые последние капельки денег. И это выжимает, кстати, военно-промышленный комплекс США, чтобы было понятно, кто это делает и кому эти деньги идут. Потому что сегодня Зеленскому-таки деньги одобрили. Одобрили 200 миллионов. Но это конкретно в оружии. Было указано в оружии. То есть не в наличке, а в оружии. Эти деньги пойдут обратно в военно-промышленный комплекс США, естественно. Ну и какое-то там вооружение подкинут Украине. А этого добились. Понятно, что это все не заслуга Зеленского. И, если честно, тут совершенно очевидно, что про Украину тут, в принципе, практически забыли уже. Но, конечно, есть лоббисты от военно-промышленного комплекса, которые постоянно в Сенате и в Конгрессе. Это люди, которые знают свое дело. Они знают, как все это хорошенечко оформить, чтобы всем было сладко. Ну вот они выжили. И даже они, уже тут о миллиардах речь не идет. Выжито было 200 миллионов. И пока Зеленский толкал речь, Байден стоял рядом с ним, достал платок и громко высморкался. Вот. Ну, тут я уже про Байдена разговор это вообще отдельный. Дедульки становятся все хуже и хуже. Я уже говорила в прошлых видео. У меня мать, у матери был Олсхаймер и деменция. Она умерла в результате полтора года назад. Поэтому я прекрасно знаю все признаки. Да. Становится ему хуже и хуже и хуже. И он заговаривается уже на публике. Кстати, он вот тут держал речь насчет праздника Ханука, еврейского праздника. И очень интересно рассказал историю, как его отец, то есть отец Байдена, попал под налет террористов Хамаза 7 октября. Вот этого 7 октября, два месяца назад. И как он с матерью и сестрой вернулся в свой кибиц после этого налета. Очень интересный был рассказ. Прямо, если честно, я слушала прям вот в забу, у меня духа не сперла от такой интересной повести. Ну вот, в принципе, такая ситуация. Кстати, тут уже даже те, кто активно, то есть члены правительства, кто активно выступает за поддержку Украины, они начинают прокладывать себе дорожки для отступления. Например, Джейк Салливан, сейчас я посмотрю еще раз цитату, чтобы ее правильно вам на русский перевести. Он National Security Advisor, то есть он советник по национальной безопасности. Он очень часто делает пресс-конференции в последнее время. Вместо вот кудрявенькой девушки, мы знаем, какая у кудрявенькой девушки наклонность, потому что она всем об этом сообщила на первой же пресс-конференции. Ну так вот, не хочу говорить слово, потому что кто-то обидится, вдруг кому-то будет это поху режет, но она сама сказала на первой же пресс-конференции, когда ее назначили пресс-секретарем, что я женщина, я черная и я лесбиянка. Вот она так ее начала. Так что я только повторяю то, что было сказано самой гражданкой. Совершенно больше тут о чем речи нет. Ну так вот, дело не в этом. Джейк Салливан, который эти пресс-конференции ведет, который, как я уже сказала, он советник по национальной безопасности, держал речь вот полторы недели назад, когда, извиняюсь, когда Конгресс затормозил финансирование Украины и финансирование войны конкретненько. И вот он там сказал, смотрю на цитату, чтобы, опять же, ее правильно перевести, он сказал, что Конгресс просто обязан одобрить этот бюджет для Украины, потому что у нас нет волшебной кастрюли денег или волшебного котелка денег, который мы где-то там прячем в углу, и откуда мы можем достать деньги для Украины. Это такое достаточно двойное заявление, потому что вроде как, ну, по лицу, если смотреть сверху, то да, вот это в поддержку Украины речь. А на самом деле он прокладывает тропки к отступлению. То есть понятно, что все это сойдет на нет уже очень и очень скоро. А сегодня он, тот же самый Джейк Салливан, держал речь на тему того, что вот Конгресс дал, одобрил финансирование на 200 миллионов. Ну, естественно, он там говорил о войне, и вот он оговорился. Но когда люди оговариваются, вот всегда очень интересно. Он говорил о смелости и сказал русских, смелость русских, о, извините, украинских вооруженных сил. Вот он сказал так конкретно. Смелость – это он говорил там о чем-то, он говорит, Это благодаря смелости русских, ой, извините, украинских вооруженных сил. Вот так вот. То есть, короче, Джейк Сэллован оценил наши русские вооруженные силы по достоинству. Ну вот, в принципе, на этом и все. Коротко о сегодняшних новостях. Всем прекрасного дня, вечера, ночи.